Игромания Обновление в честь праздника, специально обозначенное 1.70.1945, ожидаемо принесло в игру много нового. В первую очередь изменения коснулись техники и набора карт, но нашлось место и для геймплейных изменений. Впрочем, обо всём по порядку. Недавно мы рассказывали про модель повреждений в авиационных боях, как распознать повреждения, когда внутрь не заглянуть. И вот, наконец, разработчики приоткрыли завесу тайны над внутренностями самолёта. Теперь вы можете своими глазами оценить состояние ключевых узлов машины, просто нажав на кнопку «Просмотр модулей». Прямо как в танковых боях. Советуем даже поставить эту кнопку на мышь. В пылу сражения будет некогда прыгать рукой из конца в конец клавиатуры. Кроме того, разработчики улучшили саму систему повреждений. Теперь при вычислении урона от попаданий и таранов, точнее, учитывается вес самолёта, его крепость и даже материалы, из которых он сделан. Стало проблематично, к примеру, сбить Б-17 тараном чайки, а самолёты, сделанные из дельта древесины, теперь редко горят. Такова особенность материала. Корректнее вычисляется и урон от каждого попавшего снаряда, и его воздействие на элементы конструкции самолёта. Обновление принесло в игру и новые карты — три исторические локации. Первая в их числе — Нормандия. Союзники высаживаются на пляже оккупированной Франции и продвигаются вглубь города, за которым находится фермерские угодья с живописными полями, домиками и живыми изгородями. Вторая локация — Берлин. Единственная, и, надеемся, не последняя, целиком городская карта War Thunder. Союзники прорвались к сердцу Германии и штурмуют последний оплот немцев — Reichstag. Карта, несмотря на обилие руин, довольно открытая. По всей локации разбросаны подбитые танки, а земля изрыта воронками от бомб и снарядов. И третья карта — Хюртгенский лес. Тут проходила самая продолжительная битва в истории США. Нас встречает красивый осенний лес, реки, холмы и поля, а в центре — разрушенный многодневными обстрелами город. Домики испещрены отверстиями от снарядов, не уцелела и каменная церковь, которую видно с самых далеких окраин. Наконец, немаловажная изюминка обновления — очередное расширение парка военной техники. Новые машины достались всем, без исключения странам. Но особенно в этот раз повезло триумфаторам войны — советам, американцам и, в особенности, британцам. Поклонники самолётов «Туманного Альбиона» обрадуются пополнению линейки истребителей палубными машинами. Начинает серию морская версия «Гладиатора». Далее следует «Си Харрикейн Марк-1Б», который почти не отличается от армейской версии первого «Харрикейна». А вот новая версия с четырьмя пушками, обозначенная «Марк-1С», имеет хорошие шансы стать одним из лидеров рандома. Отличная скорость, маневренность и невероятно мощное вооружение для машины второго ранга. Не обошлось и без новых истребителей-бомбардировщиков «Файрфлай». Их добавилось две версии. Одна — с пушками «Испано-Марк-2», вторая — с более мощным двигателем и скорострельными пушками «Испано-Марк-5». Продолжают развитие линейки палубников самолёты «Сифайр» — тоже две версии. Самая совершенная из них имеет необычную особенность — два соосных противовращающихся винта, компенсирующих вращающие моменты друг друга во время полёта. Завершает линейку поршневых палубников мощнейший «Сифьюри» — морской аналог «Темпеста Марк-2». У него не только отличная скорость и вооружение, но и неплохой ракетный потенциал, который можно использовать для борьбы с вражескими бомбардировщиками. Наконец, единственным реактивным палубником обновления стал «Атакер» — машина, похожая на гибрид «Шутингстара» с R2Y2. Японская авиация усилила свои позиции на втором ранге благодаря новой скоростной машине J2M2. На первом же появился новый средний бомбардировщик Ки-21. Авиапарк Германии пополнился «Мистер Шмидтом-109» версии «Б», одним из самых первых худых, а также долгожданной версии «Арадо» с четырьмя двигателями и пушечным вооружением. В то же время немецкие танкисты получили новую версию самоходки «Штуб». Авиация СССР расширилась несколькими новыми Ил-2, в том числе мощным Ил-2-37, который вооружён крупнокалиберными орудиями, как Як-9Т. Что же до наземной техники, к ней добавилась новая зенитка первого ранга на шасси грузовика, премиумная самоходка Су-57 и крайне мощная САУ Су-122-54. Американским лётчикам достался новый истребитель-бомбардировщик АД-2 «Скайрейдер», который станет серьёзным подспорьем «Беркету» на четвёртом ранге. А наземная техника США расширилась долгожданной веткой истребителей танков, в которой нас ждёт сразу два рекордсмена по скорости — М-18 «Хеллкэт» — самая быстрая машина в игре, и Т-95 — самая медленная. Американский подход к САУ отличается от большинства. У них вращается башня, а основная ставка в бою делается на маневренность и скорость машин. Ну и самый интересный новый танк тоже достался американцам — М-4 «Каллиопа» с реактивной системой залпового огня. Этакая «Катюша» на танковом шасси, у которой вдобавок ещё есть и пушка, и крепкая броня. Машина премиумная и стоит почти 10 тысяч, но цена не завышена. По секрету, она может уничтожить даже «Маус». Кстати, сразу следом за обновлением разработчики добавили в игру ещё порцию машин разных наций, среди которых несколько премиумных именных образцов военной техники. Нам же пора прощаться. Дополнительные подробности о новом патче вы можете почитать на сайте разработчиков. Там вы узнаете и про добавленные звуки, и про снаряды, и ещё про сотню разных мелочей, безусловно важных для эволюции игры, но не меняющих привычный геймплей. А с вами была Игромания. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok